всем привет с вами снова лакмус наш органианин прохвост и надеюсь долгожданная серия моего прохождение игры муровинт находимся мы возле озеров ялдинг я нашел нашего шамана он пытает нас на счет а если по мы в предыдущем эпизоде разобрались с этим древним драугром также навели шороху здесь с парочкой влюбленных но все это на самом деле было очень давно между записью я смотался скажем основной остров варден фил им как видите снял свою броню она нам в ближайшее время не потребуется но я зачаровал интересное колечко сейчас я покажу кольцо замедление с эффектом повреждения скорость 20 пунктов на 11 футов на удаленную цель зачем она нам нужно стоило это вне порядка 12 тысяч дело в том что нам предстоит довольно серьезная битва которой я должен был просто подготовиться вот именно с этим колечком я пробовал разные варианты прохождения этого места и вот остановился на таком конечно же показывать все мои неудачные попытки я пожалуй не буду это бессмысленно ну давайте поговорим что насчет а если подруг мы с костом ветроглазом если повержен похоже он представлял собой значительно больше чем кто-либо из нас мог представить ты хорошо поработал прохвост отныне я буду горд называть тебя скалом теперь возвращайся в деревню скалов я найду тебя там чуть попозже меня сейчас ждут срочные дела ну чтож давайте направимся к деревне я попутно скажу что серьезно я болел почти месяц не было новых роликов болел я конечно меньше не месяц но вот голос восстанавливался очень долго и кашель меня мучил тоже в общем-то неделе наверное три и даже сейчас еще кашель полностью прошел поэтому если будет то слышно на запись я заранее прошу прощения так ну мы видим на горизонте наездников я думаю что они нас не увидят давайте сохранимся что же будет те кто играл моровинт таких я думаю на моем канале большинство уже знают что на деревню скалов произойдет нападение и вот эти вот нападающие представляют серьезную проблему для нашего про хвоста который в общем-то относительно слаб как я не старался сделать из него воина все еще он не представляет таком бою ничего поэтому мне пришлось пойти на хитрость некоторые но не такую может быть топорную как можно было сделать то есть расстреливать их скажем с крыши или применить магию тупо да у меня есть множество свитков от адского огня и скажем вот удара электрическом но я решил пойти другим путем несколько другими все-таки убить их копьем но конечно ослабив предварительно нашим колечком замедление ну вот наш и вернулся с озера таршки выполнил свою за клык сердца надеется что мы на озере преуспели ну да и в общем то говорит что нужно подождать вот оно и произошло нападение деревня атакуют оборотни нам нужно скорее выбежать наружу в лоб в лоб мы с ними встречаться конечно не будем это самоубийство были для нашего персонажа у нас есть интересное интересный мультик запирания вот сейчас он нам пригодится давайте сохранимся потому что с первой попытки может не получиться то что я задумал мы видим что оборотни нападают на стражи и если нам повезет стражи прорядят скажем так по голове этих оборотней и облегчат нам задачу мы видим что стражи бьют и бьют довольно серьезно сейчас нам нужно ждать пока убрать не не закончат воевать со стражами чтобы стражи в последующем не мешались у нас под ногами ну вот мы видим что один подошел близко но он отходит это замечательно нас осталось если не ошибаюсь пять штук оборотней нам нужно понизить им скорость не сил на этот раз для разнообразия попробуем со скоростью нехитрым образом то есть стреляя в ворота поскольку у нас радиус здесь 11 футов мы можем особо не целясь применять это заклинание к сожалению часть стражи мы видим погибла избежать этого пожалуй никак нельзя количество зарядов в нашем кольце конечно же ограничено и опа вот это плохо вот это вот не запланировано мной смотрите что они делают они появляются внутри периметра вот это то о чем я говорил то есть первые попытки не всегда получается слишком долго я разглагольствовал ну что ж попробуем еще раз здесь это не зазорно так правильно и у нас установлен до амулет запирания это для того чтобы не открыли ворота они это умеют снова готовим наше кольцо замедления и ждем конца битвы за все мои неудачные попытки я выяснил что четыре пять оборотней остаются иногда больше нам нужно собрать их в кучу что вот один откололся и мне бы не хотелось потом бегать за ним отдельно у нас есть лук попробуйте высадить а вот он можно было конечно вот таким образом пострелять или взять копье тоже через стену можно их убивать но этот способ мне не нравится поэтому будем придерживаться план перезарядка имеется у нас магических предметов и поэтому нам придется все же выжидать какое-то время надеюсь что никто не прорвется в этот раз через запертые ворота и что не мешает им на самом деле перепрыгнуть через эти ворота вполне по силам вот мы расстреляли все заряды нашем кольце давайте сохранимся это все же результат теперь нам нужно выпить парочку зелий суджам и взять копье и в общем-то агря на себя этих тварей по одному по 2 вот таким образом мы видим что теперь они нас не догоняют и у прохвоста соответственно есть шанс довольно таки не слабый единственная конечно проблема это не задеть никого из стражей и вовремя восполнять наш запас сил и смотреть кстати говоря чтобы никто не побежал к нам со спины потому что может здесь парочка отколоться от общего так стоит стадо и навалять нам не слабо спину да что ты будешь делать запас сил восстанавливаем ну и в общем-то этим оборотни теперь представляют собой довольно такие слабое пушечное мясо так не у них дополнен нападение оборотни на деревне скалов было отбито но это только половина половина дело дело в том что в тронном зале еще парочка оборотней нас поджидает и это более серьезная проблема потому что наш прохвост там не имеет место для маневра давайте сохранимся тоже не с первой попытки скорее всего получится неплохо было бы кстати починиться и еще раз сохранимся так здесь я вот такую тактику избрал сначала мы забегаем наверх они нас теряют из виду у нас здесь есть уступ вот этот вот из этого уступа можно было бы конечно и пострелять в них и сделать такой же прием как мы во дворе провернули но здесь нет места для маневра мы здесь не сможем развернуться поэтому я предпочту все же завалить их с помощью свитков адского огня у нас довольно большой запас этих свитков и мы видим что отражение у них практически нет никакого нашего прохвосту это нарк если было отражение я даже не знаю как бы я с ними воевал так один готов и у одного еще осталось чуть-чуть но давайте добьем его уже постараемся отлично снова дневник дополнен оборотни находящиеся внутри большого зала уничтожены страж скалов находившихся там также мертв находившийся клыка сердце однако нигде не видно и действительно мы видим что его место пустует заберем мед и посмотрим давайте здесь по ящикам что здесь есть хорошего полезного ага нет я думал суджама суджамы нет меда больше нет теперь я пожалуй займусь тем что перетащу барахло вот этих мертвых скалов свой новый дом да но нас пока нет дома нам надо поговорить с корстом я только что прибыл а тут творится такой ужас хорошо что ты был здесь и смог защитить этих людей ты хорошо подрудился на благо скалов но мои худшие опасения подтвердились эти существа оборотни как ты наверняка уже знаешь это плохой знак для нашей деревни и у меня есть еще более печальная новость я использовал свою магию для обнаружения инфекции которую эти звери могли оставить после себя ты друг мой был заражен эта инфекция сначала кажется довольно безобидной из симптомов только небольшая слабость возможно иногда ее проявления практически незаметны однако через три дня жертва сама становится оборотнем такой судьбы я не пожелал бы своему злейшему врагу за эти три дня впрочем простое заклинание исцеления от болезни может остановить инфекцию я умоляю тебя чтобы ты сделал это до тех пор боюсь я не смогу не могу позволить тебе оставаться в нашем сообществе ты можешь заразить других когда ты будешь исцелен надеюсь ты вернешься к нам снова и здесь вот у нас появляется развилка и возможность проходить дальнейшую сюжетную линию именно за оборотня но я этого делать не буду и так у нас слишком все сложно и довольно сумбурно поэтому мы применим зелья лечения обычных нигдугов и поговорим с корстом снова а я больше не чувствую в тебе этой заразы я очень рад за тебя как и все скалы ты показал себя достойным членом нашего сообщества ты был искренен с нами и скалы отныне будут называть тебя блудскалом кровным другом нашего народа тебе будет выделен дом здесь бывшее жилище ригмара полурукова в котором ты сможешь отдыхать также принято решение что ты будешь принимать участие в рестаге очень важном обряде скалов давайте уже провести так этот поговорим подробнее это обряд благословения эти и очищения который скалы проводят крайне редко настали пугающие времена друг мой появились зловещие знамения и они беспокоят меня клык сердца исчез я боюсь что создатель больше не приглядывает за скалами как это так как раньше этот простой обряд необходимо провести но сначала мне нужно чтобы ты принес мне тотем клыка и когти это очень сильный артефакт он священен для народа скалов с его помощью вызывались грозные животные которые использовались в рестаге тотем был украден много лет назад и мы скалы были достаточно глупы чтобы поверить что нам больше не пригодится я узнал что его можно найти в могилах скаалара к востоку и немного к югу отсюда пожалуйста верни наш тотем так сейчас я пожалуй приостановлю запись и соберу все барахло встретимся мы как ни странно в вороний скале потому что пока я бегал туда-сюда мне пришло сообщение что я должен заглянуть в колонию чтобы проверить нет ли там для меня какой-нибудь работы увидимся буквально через секунду вот мы находимся на вороний скале я как и обещал поснимал барахлишко с павших воинов скалов может быть это не слишком благородно но нашему прохвосту деньги понадобятся воинам это уже их доспехи ни к чему но давайте поговорим с фалька если не одно так другое он как всегда озабочен какими-то проблемами говорит что сейчас прохвост находится на распутье если карниус еще не начал обрабатывать тебя то он наверняка скоро этим займется он попытается втянуть тебя в свои планы касательно этой колонии и хотя я не знаю что это за планы я знаю что они будут проводиться за счет усердно работающих людей этой колонии я не хочу чтобы ты стал жертвой его жадности я надеюсь что ты примешь предложение помочь мне сделать вороний скалу лучше скажу тебе откровенно настоящая причина по которой я решил заняться занять этот пост это чтобы противостоять всем махинациям которые планирует карниус я хочу чтобы это колония процветала прохвост я верю что ты можешь помочь мне добиться этого я дам тебе некоторое время на размышления дай мне знать когда ты будешь готов сделать выбор в общем то я готов я думаю что мы придерживаться будем позиции фалька я в основном всегда проходил за него и мне нравится за ним проходить да я буду помогать тебе превосходно я рад что ты работаешь со мной с этого момента все задания что ты будешь получать будут исходить от меня меня нет особой работы для тебя но возможно ты можешь помочь мне кое в чем другом мне нужно принять трудное решение и твой совет мог бы очень помочь мне то есть здесь мы начинаем влиять на строительство нашей вот этой вот колонии что за решение воронья скала растет и расширяется несмотря на жестокие квоты на руду установленные карниусом пришло время построить что-нибудь еще кроме домов у нас достаточно средств для строительства либо кузницы либо торгового аванпоста мне очень сложно решить в чем мы нуждаемся больше я очень ценю твое мнение поразмыслили много над этим поговори с рабочими если хочешь и возвращайся ко мне когда примешь решение здесь действительно можно поспрашивать всех вот этих персонажей у каждого есть свое мнение кто-то будет голосовать за кузницу кто-то за торговый пост но я на самом деле плевал на их мнение и как будущий глава местного отделения компании я приму решение сам я голосую за кузницу да я уверен очень хорошо я позабочусь чтобы работы по строительству были начаты как можно быстрее но необходимо проинформировать карниуса несмотря на то что его это не волнует мы должны все сделать строго придерживаясь принятых правил не стоит залить его ну чтож давайте наведаемся к этому паганцу решили да 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 решение принято вот я уже честно говоря забыл где он живет так долго не играл что просто кажется здесь я застрял здесь я умру где ваша униформа здесь нас встречает не очень ласково но мы не ошиблись выбрал отлично теперь карли меня даже будет нас встречать именно этой фразы все время не сейчас мелкий чиновник я ожидаю решение фолька это дела колонии тебя не касаются как не касаются что хорошо хорошо все в порядке первенно говоря меня это не волнует просто позаботьтесь чтобы не возникало проблем я не хочу чтобы меня беспокоили по такому пустяковому вопросу дневник дополнен ну что ж у нас образовалось некоторое свободное время пока будет строить заказанная нами кузница я застрял я думаю что мы можем отправиться по заданию с глазом глазом ворон окажется а нет глаз волка которые мы не закончили для начала пожалуй можно телепортироваться у меня есть пометка в нашем доме новым возврат возврат где у меня возврат вот возврат чтобы не тратить деньги и время вот собственно говоря наш дом не хитрая обстановка сундук сожалению исчез как я и боялся то есть хранить в нем вещи было нельзя но здесь я ничего не трогал не меня здесь все как и было нас отправили искать тотем лежат раздетые мои войны неприглядное зрелище но нам нужен сейчас пока глаз волка глаз этот находится получается к западу то есть мы в этих местах еще не бывали и пожалуй в этой серии мы успеем лишь дойти до туда а сама задание выполнять будем уже в следующей серии надеюсь она не будет задержана так как это отлично дружочек ничего у тебя нет интересного и здесь мы видим увидим сейчас что на этом мосту тусуется довольно таки серьезная гопка бандитов местных возможно это какие-то отщепенцы из племени скалов или просто бандюганы но вот они вон там ребята это довольно серьезные надо сказать мне бы хотелось встретиться с ними поодиночке я честно говоря не знаю возможно ли их согреть по одному давайте сохранимся и попробуем у нас есть например кольцо молнии который мы можем использовать прицелимся вот в отдельно стоящего пожалуй все он конечно да с такого расстояния не мудрено и промахнуться так да возможно согреть 1 он решил применить щит это ему должно в принципе помочь он силен и без того я надеюсь что наше копье его угомонит вот таким вот образом отлично топорик должен быть зачарованным но нет нам повезло и у него обычное оружие сохранимся ну конечно если бы они напали на нас всей толпой то нам бы пришлось ой как не сладко давайте согреем следующего опять я промахнулся да что ж такое так я расстреляю все заряды нашем кольце вот они начали двигаться колечко у нас нет ни по площади значит по одному только врагу бьет еще одного сограли вот таким вот порядком но он почему-то полез под мост это плохо для нас мне не хотелось бы вылавливать его из воды остается надеяться что он найдет дорогу самостоятельно на надежды на это мало я думаю что пришло время согреть еще одного надеюсь он будет умнее но нет то есть вот так вот они решили да все дружно занырнуть ну вот более-менее умный чувак но у него лук вот это плохо это очень плохо друзья придется нам бежать ему навстречу так и тут еще один где-то был срочно надо лечиться а я думал что на этой серии в этой серии экшен уже закончился кстати говоря мы чудом не согрели там реклингов и фризовую ведьма это было бы совсем весело так возьмем пожалуй несколько стрел у него попробуем сейчас достать этих друзей из под моста кстати там пещерка возможно стоит туда и наведаться так но они здесь в общем-то застряли надолго я не думаю что мы сможем как-то их извлечь оттуда если только сами не занырнем надеюсь что вот на льдинку мы сможем стать или вот камушек это желудочник готов вот это вы ребята зря конечно в воду залезли там еще один должен быть но он возможно просто захлебнется если оставить его в покое серебряная стрела честно говоря впервые вижу такие давайте возьмем их позже я рассмотрю их подробнее заточенная костяная стрела это очевидно из какого-то мода сохраняемся так мы здесь нам видимо придется один и эти чисто декоративные придется нам принять бой готов но ничего интересного нет давайте посмотрим что за пещера мне любопытно будем считать что на пути к глазу волка наш прохвост решил обследовать окрестности здесь может быть задание ци скик сохранимся вот как сразу это что за на хрен ты кто такой ученик некроманта мне это не нравится тут зомбачье видимо так надо срочно восстанавливать запас сил пожалуй суд жану сожрать будет не лишнее павший воин серебряная заготовка это полезная вещь еще один ученик некроманта интересная пещерка я такой не припоминаю возможно все эти ребята добавлены модами возможно и сама пещера тоже 60 так но сначала прощупаем конечно же я честно говоря друзья забыл поставить таймер так долго и не записывал что уже начинаю немножко тупить здесь ничего интересного давайте быстренько еще посмотрим что здесь есть пока действует наша суд жану затягивать серию пожалуй не будем какой странный проход нет такой пещеры я не помню подозреваю что она все-таки добавлено модом так это нам пригодится такая нычка в стене умри так а вот это возможно и зря но я думаю что он был не очень таймерный так силу нам не понизили это замечательно некромант негодяй а у него ибо нитовый посох друзья смотрите-ка 7000 и дневник некроманта ну-ка слабаки и трусы а меня не волнует что они думают обо мне или моем увлечении черной магией кто они такие чтобы диктовать мне какой магии я должен заниматься в арденфеле есть поколение мертвых которые уже созрели для действий но все боятся использовать этот ресурс как будто он священный какая чушь я добился меньших успехов здесь на сол схеме чем ожидал этот проклятый магический лед защищает большинство трупов и даже мне трудно контролировать этих диких драугров несмотря ни на что моя работа продолжается и ученики с каждым днем становятся все сильнее мои последние исследования открыли мне местоположения местнохождение покрова горя он находится в ледяных пещерах рим хулт скоро я буду владеть его темной силой но нет дружище ты ошибся с покровом горе мы уже разобрались так что здесь книжка дешевая это видимо какой-то вояка был ничего интересного у него нет талисман скорби нам он не нужен дешевая всякая барахло так вот это пожалуй мы возьмем скрыму тоже я возьму немножко гличит у меня мышка но это ну-ка обычные звезды и какой-то сохранимся какой-то странный провал наверху вроде бы ничего нет а ну подозреваю что мы сейчас спрыгнем до сундучку которую мы осматривали ну забавная пещерка такая может быть и не модом она добавлена не буду утверждать потому что я далеко не все облазил в свое время здесь но пожалуй здесь я завершу сегодняшнюю нашу серию надеюсь было интересно лично мне было довольно интересно вот с этими оборотнями воевать искать такой вот хитрый способ на сегодня все с вами был лакмус до новых встреч до новых встреч